МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эродит пятерка! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжаем нашу региональную серию. Нас почти любят своим присутствием. Мозырь и Рогачев, Чечерск и Ветка. И сегодня у нас снова самородки из глубинки, самородки из нашего региона. Слева от меня в красных шарфах команда Довска. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня в синих шарфах команда из Светлогорска. АПЛОДИСМЕНТЫ Довская команда занимается в клубе Адрадикс при Довской школе у Ивана Юрьевича Могилы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А Светлогорцы в центре творчества Ювента приобретают знания, умения, навыки, ум и сообразительность. А помогает им в этом Ирина Викторовна Сафонова. Спасибо им. АПЛОДИСМЕНТЫ И я сразу обращаюсь к Андрюю Роглинкову из команды Довска. Андрей, кто у вас с такой наиболее мощной интуицией? Наверное, Бронислав. АПЛОДИСМЕНТЫ Полина Шипневская, капитан Центрогорской команды. Кто у вас? Я пойду. А, ну правильно. Пробуем. Но помните, что больше двух раз у нас к стойке не ходят. Итак, вперед, ребята. Блеф игра. Бронислав против Полины. Верите ли вы, что чемпион Европы по футболу, а это Германия. Фальстарт у вас, Бронислав. За этим очень строго следит наш электронный судья. Полина. Да, верю. Да нет, Германия чемпион мира, чемпион Европы в Португалии. Совсем же недавно было. Играем. Верите ли вы, что женщины, Полина, живут дольше мужчин? Бронислав. Да, верю. Да, конечно. Вот такой доказанный наукой факт. Пять очков принес Бронислав своей команде. Браво. Верите ли вы, что конструктор Даймлер запатентовал мотоцикл в 20 веке? Полина. Да, верю. Нет, еще в 19-м. Вот какой древний наш мотоцикл. Играем дальше. Верите ли вы, что на большинстве флагов мусульманских стран присутствует зеленый цвет? Да, верю. Да, конечно. Священный зеленый цвет. И слава. Браво. И заканчиваем. Верите ли вы, что толкание ядра – это тяжелая атлетика? Бронислав. Да, верю. Тяжелая атлетика – это тот, что со штангой. А вот толкание ядра, даже метание молота – это все считается легкой атлетикой. Но, тем не менее, тем не менее, после блеф игры 10-0. Лихо начинает доск. Дуэль играет. Дуэль играет. Сейчас вы услышите 5 тем, 5 боев. И за 5 секунд должны решить, кто какую тему на себя готов взять. Так, внимание. Темы у нас потрясающие. Первый бой – солнечный. Второй бой – круг. Третий – небо. Четвертый – вокруг. И пятый – это рисунок. Пять секунд. Итак, внимание. Андрей, кто идет на солнечный? Александр. Александр великолепный. У Полины? Андрей пойдет. Итак, Александр против Андрея. Вперед! Итак, внимание, поехали. Это крылатое выражение означает «нет ничего совершенного». У всех есть недостатки. Крылатое выражение про солнце. У всех есть недостатки. Да, прошу. Может быть, солнечные пятна? А вот точнее, не могли бы вы сказать это выражение? Пятна на солнце. И на солнце есть пятна, вы правы. Зачет пять очков получает команда Светлогорска. Играем. Термоядерная реакция на солнце превращает этот элемент в гелий. Да? Какой элемент? Тишина. Водород. Водород. Отличный ответ. Великолепно. Играем. Этого, так сказать, зверька можно пускать с помощью зеркальца. Прошу. Солнечный зайчик. Солнечный зайчик. Отлично. Хорошо. Он путешествовал из цветочного города в город Солнечный. Да. Незнайка. Незнайка своей подругой Кнопочкой и Пачкулей Пёстеньким. Была такая книжечка замечательная. И заканчиваем. Этот древний прибор для измерения времени древние греки называли гномом. Да. Солнечные часы? Да, просто вот стерженек и циферблат вокруг него, а солнышко работало за механизм. И это правильный ответ. После первого боя, после нашего Солнечного, 15-20, Светлогорск уверенно вышел вперед. Следующий бой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тема круг. Тема круг. Кого отправляют в бой довские игроки? Себя. Себя отправляет Андрей Доблинков. А Полина кого отправляет? Павел отправится. Павел отправится. Итак, Павел отправляется. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Андрей против Павла. Андрей против Павла. Круг. Так называется часть круга, ограниченная двумя радиусами и дугой между ними. Прошу. Диаметр? Да нет, диаметр. Несколько другое. Прошу вас. Эллипс. Это сектор, на всякий случай. Теперь вы это знаете. Играем. Он покойный русский шансонье. Владимирский централ. Ветер северный. Михаил Круг. Для вас это всегда древность. Играем дальше. Сейчас это называют объединение по интересам. А раньше называли? Круг общества. Круг общества, да. В дворце творчество, круг общества. Андрей, может вы? А раньше называли Кружок. Кружок. В дворце пионеров сейчас объединение по интересам в центре творчества. Вот так вот усложняем жизнь сами себе. Их общее войсковое собрание называется Круг. Они это? Ну. Солдаты. Солдаты. Да не совсем. Прошу. Военные. Военные. На самом деле это казаки. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. О сироте обычно говорят такая сирота. Прошу. Круглая. Браво, Круглая сирота. Да. После второго боя счет становится равным. 20-20. Следующий бой. Тема неба. Андрей, кого в небо-то пошлете? В небо отправлю Александра. Александра. А Полина? Тоже Александра. Александр против Александра. Вперед! Александра! 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 Это звезда ближе прочих к северному небесному полюсу. Полярная. Полярная это правильный ответ. Да. Прекрасно. В греческой мифологии эту функцию выполнял Атлант. Да. Он держал небо. На своих плечах тяжелая была ноша. Вы правы. Играем дальше. 88 участков, на которые астрономы разделили небо, называются... Прошу. Созвездие. Блестящий ответ. О, как пощелкал Александр своего тезку. Играем. Ракет Земля-небо. Нет. Есть ракеты. Да. Земля-воздух. Прекрасный ответ. Чувствуется подготовка. И заканчиваем. Этот герой войны и мира после ранения увидел небо Аустерлица. Это спокойное и торжественное. Возможно, это... Тоже таки литературный герой. Три, две. Одна. У Саши есть шанс? Ну, даже если вы не читали Льва Толстого, поручик Ржевский, не дай бог. Он бы там такое увидел. На самом деле, это был Андрей Балконский, герой войны и мира. Великолепный роман. Рановато, правда, вам еще читать. Это глубже, чем Муму. А вот есть, немножко длиннее. Поэтому, хотя бы фильм посмотрите. 20-40. Счет пользу Светлогорска. Следующий бой. Итак, вокруг. Вот такая туманная тема. Андрей. Пойдет Сергей. Вокруг один Сергей. Полина. Максим пойдет. Сергей, пройдем в Максима. Вокруг. Вперед. Максим. Вперед. Поехали. Длинный, предлинный до 6 метров кусок ткани, который арабы наматывают вокруг головы, называется... Да. Хиджаб. Хиджаб. Это покороче платочек и арабки его так надевают. Платочек такой. На самом деле, это чалма. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Это известнейший страноведческий журнал. Вокруг света. Вокруг света, конечно же, издан он был впервые в 1861 году. Вот такой древний журнал. Играем. Слово «вокруг» именно это часть речи. Прошу. Предлог. Предлог, да ничего подобного. На руки русского не оговоритесь так случайно. Прошу. Нет? Это прилагательное. Это наречие вообще-то на всякий случай. Играем. Этот мореплаватель открыл для европейцев путь в Индию вокруг Африки. Да. Это Колумб. В Индию Колумб. Да ничего подобного, да? Васка Дагам. Васка Дагама, конечно же. Именно он указал этот путь. Он ходил по цепи вокруг зеленого дуба. Да. Кот ученый. Кот ученый, конечно же. У лукамурья дуб зеленый. Ну и кот ученый все ходит по цепи кругом. После нашего кота, после темы вокруг, 55-20, Светлогорск уходит в отрыв, как говорят комментаторы. Следующий бой. Рисунок. Довск. Напрягитесь, сорейтесь. Кто рисунок у вас? Бронислав. Бронислав, это ваш последний выход. Больше двух раз у нас к стойке не ходят. Полина. Я. Понравилось вам с Брониславом. Вперед! Итак, Бронислав против Полины. Это рисунок. В учебном рисунке в настоящее время наиболее употребляемый графитный уголь и он. Да. Простой карандаш? Да, простой или графитный карандаш. Браво, Полина. Отличный ответ. Играем. Криминалисты идентифицируют человека по рисунку линий. А где? Фальстарт Бронислав, у Полины есть шанс? На пальцах. На пальцах, по пиллярной линии, конечно же. Играем. На рисунках Александра Сергеевича Пушкина чаще всего изображен он. Онегин. Онегин, понятно. Полина? Сам Пушкин. Сам Пушкин, сам себя рисовал, очень любил это дело. Играем дальше. А один из рисунков этих карт – Дева, побеждающая льва. Что за карты такие магические? Полина? Карты Таро. Карты Таро, да, вы правы. В 1947 году Пикассо нарисовал эту свою знаменитую птицу. Борислав. Голубь Мира. Да, Голубь Мира или Голубка Мира, вы правы, есть разные названия. Пять очков, Бронислав. 75-25, чуть-чуть поправил положение своей команды Бронислав. А мы переходим к тест-игре. Вперед! Итак, вот такие звездочки из Довска и Садлогорска у нас на эрудии пятерки. Ну и тест-игра у нас тоже звезды. Тест-игра, скоростное централизованное тестирование, просто с вариантами. Андрей, кто у вас такая супер... Пойдет Александр. Александр Суперстар. Полина? Пойдет Андрей. Александр против Андрея. Вперед! Гоу! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, поехали. Звезды. Рубиновых звезд на башнях московского Кремля. А5, Б7, С10. Прошу, Андрей. Пять. Пять звезд, абсолютно правильно. И получили вы 10 очков. Такова цена правильного ответа на тест-игре. Дальше. Звезда Африки, которая украшает корону Британской империи. Это А. Алмаз, Б. Рубин, С. Изумруд. Прошу. Алмаз. Алмаз, да, это кусок одного из самых крупных алмазов, которые находили в Южной Африке. Дальше. Вебер и Райс в своем мюзикле назвали суперзвездой, суперстар. А. Христа, Б. Магомета и Ц. Эллиса Пресли. Прошу. Иисуса Христа. Едус Храйс, суперстар. Yes. Дальше. Название компании, которая обладела знаменитым, печально знаменитым Титаником, переводится как А. Белая звезда, Б. Красная звезда и Ц. Голубая звезда. Прошу. Белая. Уайт Стар Лайн. Браво, 10 очков. А. Белая звездная болезнь еще называют. А. Стелуризмом. Б. А. Строптерией. И. С. Мегаломанией. Прошу. Пусть будет мегаломания. Мегаломания, да. То есть мега. Человек себя чувствует супер, супер, супер. Вы правы, это правильный ответ. Плюс 10 очков. А. Белая звездная болезнь. Я. И итог. После тест игры. Феставра перевалил психологический барьер в 100 очков, 105 очков у них. И у Довска в 45. Взять дос, нужно что-то с этим делать. И слайд-игра вам в помощь. Итак, Андрей, на слайд-игру кого отправляете? Войдет еще один Александр. Александров у вас, как у македонского денег. Вернее, воинов. Полина, у вас? И у нас Александр. И у вас, Александр. Вы своего Александра бросили, а мы своим покрыли. Вперед, Александры! Итак, Саша, Саша, кричат в разнобой трибуны. Хотя бы могли договориться, болельщики Довской, болельщики Светлогорской, кричать хором Саша, Саша. Александр против Александра. Лидирует Светлогорск. Поэтому Александр Светлогорский. Первый слайд для вас. Прошу, Саша. Тишина, тишина в зале. Александр? Может, Александр знает? Автоген. Автоген, прекрасно. Газ и ацетилен, или кислород и ацетилен. Прекрасно работает ацетиленовая горелка. Режет все. Браво, браво, невидовые знания. 10 очков на подборе заработал. И, Саша, куда отправляемся? Это баня. Это баня, конечно же. Великолепный ответ. 25 очков одним махом. Браво, Саша. Прошу вас, Александр. Это Конан Варвар. Это Конан Варвар в исполнении Арнольда нашего Шварценеггера. Да, вы правы. Александр, прошу. Это Гейзер. Гейзер, прекрасно. Саша. Тишина в зале. Прошу, Саша. Три, две. Дали, может. Дали, нет. Давид. Давид. Это знаменитый врубелевский демон. Сидящий демон. Теперь вы это знаете. Саша, играем с вами. Прошу. Доск. Елена. Елена, прекрасная, знаменитая, из-за которой началась Троянская война. Вот так она, по мнению одного из античных скульпторов, выглядела. Хорошо. Светлогорск. Жир. Жир. Жирный такой, да. Ответ. Хорошо. Прошу. Зев. 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 А как это по-русски сказать правильно? Я понимаю, что вы... Зевание. Зевание зевота. Отлично. Принимается. Дальше. Ириска. Ириска, золотой ключик. Да, вот надо было красный октябрь закрыть, чтобы не было рекламы. Играем дальше. Вернее, заканчиваем игру. Доск. Саша. Кисть. Это кисть руки. Вот так она анатомически выглядит. Великолепно. Круглая цифра, вернее, круглое число у Светлогорска. 150. Но и Доск Нилы Камшит 130. Аплодисменты Александрам. Все решит только Риск Игра. Играем. Итак, внимание. Риск Игра. Плюс 20. Это правильный ответ. Минус 20. Ответ неверный. Единственная наша игра со штрафом. Андрей. Я пойду. Хорошо. Полина. Максим пойдет. Итак, Андрей против Максима. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь, внимание. А Риск Игра вмещает в себе темы нашей игры дуэльной. Начнем. Солнечный. Король Солнца правил этой страной в 15 веке. Прошу. Страна, тишина. Франция. Франция плюс 20. Тут не уверен на чего-то, Максим. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей надо гонять. Круг. Именно по этой формуле вычисляется площадь круга. Прошу вас. Пи-эр-квадрат. Как? Пи-эр-квадрат. Пи-эр-квадрат. Вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Небо. На этом по счету небе находится счастливый человек. Пи-пи. Прошу. На седьмом. На седьмом небе от счастья не дает ни единого шанса сопернику. Максим, играем. Вокруг. Сияние вокруг головы святого называется... Пи-пи. Да. Нимб. Нимб. Да. И вот интересно, сумеет ли Максим повторить подвиг своей знаменитой соотечественницы Алины Трубчей, которая легко брала сотню на рейской игре. Это рисунок. Даймлер нарисовал трехлучевую звезду, которая стала известной автомобильной эмблемой. Автомобиль. Фальстарт. Максим, будете отвечать? Буду. Да. Мерседес Бенц. Сто очков! АПЛОДИСМЕНТЫ И так. 130, 250. Я вношу эти цифры в память нашего компьютера. И, по-моему, команда Светлогорца становится первым претендентом на большой региональный финал. И так великолепная игра. Чудная игра. Доск дел грустный. Ребята, подержите их хотя бы вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание. Последняя игра у нас осталась в нашей региональной серии. Последняя отборочная игра. Кто в нее выйдет? Ну, это совсем новые люди, совсем новички, совсем новые, еще не виданные никем таланты и лица. Кто это будет? Ну, что ж, ищите нас в программе. Загугливайте нас. А лучше включайте телевизор. Эрудит пятерка. Самое главное. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Эрудит пятерка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»